Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Христос рождается! Слава Богу! Христос с небес встречайте! Христос, на земли возноситесь! Такими прекрасными словами Церковь сегодня возвышает наши умы и сердца. Слава Евангелие, которое было прочитано по случаю Рождества, говорит нам о том, что ангельский хор возвестил рождение Спасителя мира. Такого хора, наверное, не слышал и сам Адам, когда находился еще в раю. Это множество ангелов, словословили нашего Господа. Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. Открылось небо. А если бы каждый из нас пережил это отверстие неба в своей жизни, так, как пережили тогда пастухи, наверное, никогда не забыли бы мы этой священной минуты. А не возвестили, что родился в Вифлееме Сын Божий. Из этой райской блаженной полноты бытия Господь становится ради нас человеком. И поэтому сегодняшний праздник о человечности нашего Бога. Он настолько захотел быть рядом с Своим возлюбленным творением, что Сам стал человеком, Сын Божий, который ни в чем не нуждался, исключительно ради любви становится одним из нас. И вифлеемские пастушки, эти простые люди, которые трудились тем, что пасли скот и в ночную стражу тоже пребывали вместе со своими животными, услышали эти ангельские голоса. И они направились сразу же в Вифлеем для того, чтобы увидеть то, о чем пели им ангельские силы. И когда они пришли, то в пещере обрели младенчика, который лежал в яслях, в кормушке для животных. И там те животные, которые были в пещере, согревали его своим дыханием. Единственное, что они могли принести нашему Господу, это свое поклонение. И поэтому они поклонились будучи простыми людьми, больше, может быть, и ничего не смогли сказать, выразить, сформулировать как-то свои мысли. Просто поклонились. И поэтому мы целуем их поклонение. Мы восхваляем их поклонение. Мы не забыли это поклонение, потому что и нам хотелось бы точно так же в простоте помыслов, в простоте нашего сердца поклониться нашему Господу. А тем временем шли своей дальней дорогой волхвы. Это умники своего времени. Они интеллектуалы своего времени. Многое знали, многое прочитали, но однажды, когда они увидели необычную звезду на небе, то, видимо, они вспомнили те еврейские писания, которые говорили, что придет звезда от Израиля. Они понимали, что этот царь, о котором возвещала эта звезда, он необычный царь. Это не царь, который хочет царствовать ради власти, ради управления. это царь, который хочет дарить себя. Это царь, который хочет свою власть, свою силу, свои возможности отдавать как дар своего служения слабым и немощным. И поэтому он не рождается в доме императора, он рождается в пещере. А пещера это даже не место для жизни людей. Там находились животные. Это был загон для животных. И вот эти интеллектуалы своего времени идут, но первым делом они попадают в Иерусалим. и в Иерусалиме они спрашивают, а где родился царь? И вот как нам говорит евангелист Матфей в сегодняшнем Евангелии, царь Ирод смутился, взволновался и весь Иерусалим с ним, потому что Ирод был злым человеком, властным человеком. И как император однажды Август сказал, лучше быть в царстве Ирода свиньей, чем сыном самого Ирода. Почему? А потому что свинину евреи не ели, поэтому безопаснее было находиться свиньей в царстве Израиля, чем собственным сыном, потому что он, подозревая своего сына в том, что якобы он хочет завладеть его престолом, он убил даже собственного сына и самую любимую жену Мариам. Власть это то, что люди больше всего в жизни любят, они хотят властвовать, им тяжело смириться, им тяжело показать, что они ниже, поэтому Господь и говорит, кто хочет быть первым, кто хочет быть главным, пусть будет всем слугой. Мы знаем, как внутри мы переживаем тяжело любую власть над собой, но Господь не приходит как власть имущий над нами, Он приходит просто для того, чтобы подарить себя. Почему подарить себя? А потому что Он рождается младенцем. А что мы можем взять от младенца? Что мы можем Ему дать? Мы можем только любить Его, потому что Он Сам во всем нуждается. И поэтому Господь дарит Свою царскую власть в образе младенца. Вы, наверное, слышали такие слова за богослужением, что Христос рождается. И вот сегодня я не сказал, что Христос родился. Я сказал, Христос рождается. Но если быть точным, то мы скажем так, Христос родился тогда, 2000 лет тому назад, для того, чтобы рождаться всегда. И вы скажете, а как это так, рождаться всегда? Ведь мы знаем опыт только единственного рождения. Мы знаем, что человек родился, и он больше не рождается. Но давайте посмотрим, почему Христос рождается, почему Он всегда рождается. А потому, что именно Его рождение, которое происходит в жизни каждого из нас, когда мы встречаем Бога, оно меняет нашу жизнь. И мы живем ради Него, как мать живет ради своего сына или ради своей дочери, так же и христианская душа, когда познала Христа, то это познание Христа в твоей жизни значит, что Он родился в тебе. И ты начинаешь все делать для того, чтобы это рождение было в тебе славным, чтобы оно развивалось в тебе. И поэтому так много поэтов, писателей, художников всматриваются в эту Вифлеемскую пещеру, смотрят на эти ясли, где лежит Спаситель. Так много людей всматривается в эту незабвенную ночь. Почему? Потому что они хотят найти там что-то для себя. Что же они находят для себя? Они находят для себя абсолютно новую жизнь. И вот для того, чтобы познать эту, братья и сестры, новую жизнь, для этого нужно прежде всего в душе своей брать грех. Потому что когда внутри нас находится грех, а невозможно женить внутри себя ад и царство Божие. Как невозможно быть счастливым тем людям, которые один смотрит в одну сторону, а другой смотрит в другую сторону. Так и мы, братья и сестры, когда хотим принять Христа, то мы в течение этих сорока дней стараемся прежде всего размышлять своей молитвой. Размышление это так важно, потому что часто мы пользуемся готовыми какими-то лекалами, готовыми клише, но Господь хочет, чтобы мы научились мыслить самостоятельно, для того, чтобы мы научились воспринимать свою жизнь самостоятельно, чтобы мы прежде всего научились осмысливать всю свою жизнь. И в этом отношении нам помогает молитва. Поэтому в течение этих сорока дней мы старались молиться как мы могли. И поэтому те люди, которые приходят каждый раз на рождественское богослужение, это говорит о том, что в их жизни Христос родился. Иначе бы они не пришли, если бы для них это не имело никакого значения. Поэтому мы сегодня, братья и сестры, здесь, в этом святом храме, на земле, как сказано в церкви, Христос на земле возноситесь, Христос с небес встречайте, Христос рождается, славите. И поэтому мы сегодня славим Бога так, как можем, так, как умеем. И пусть, братья и сестры, тот путь, которым идет человек ко Христу, а как я уже сказал, разные пути есть. Есть путь простых пастушков, которые так, что называется, напрямую идут к Богу, а есть те, которые через какие-то сложные схемы, через сложные пути, но в результате все-таки они приходят. Но есть те, которые всегда воспринимают Рождество Христа. Помните, как у Диккенса есть замечательная рождественская песня, где главным персонажем является Скрудж. И вот этот Скрудж, который не любил Рождество, как только наступало Рождество, он приходил в бешенство, как ирод. Он смущался. И вот однажды ему приходит Ангел на одно Рождество и проводит его через все возрасты его жизни. И он смотрит, как он был счастлив в рождественские праздники, когда был ребенком. Почему? Потому что когда ты ребенок, ты точно не можешь быть атеистом, ты точно не будешь отрицать Бога. Но потом что-то случается с подростком, и он начинает противопоставлять себя Богу. В детстве ребенок себя не противопоставляет Богу, он просто радуется, смотря на рождественскую икону. Так и мы, братья и сестры, всякое в жизни своей пережили. Желаю, чтобы в нашей жизни Христос рождался всегда, чтобы мы всегда чувствовали новизну этого праздника, чтобы то определение нашей веры, как новый завет с Богом, чтобы он действительно всегда был новым, чтобы ничто внутри нас по отношению к Богу не устаревало, чтобы мы всегда испытывали новые чувства, потому что все, что новое, это молодое и вечно живое, то не стареет, то не умирает. Желаю всем, братья и сестры, по слову нашего Господа Иисуса Христа, который сказал, встаньте как дети, то есть вернитесь в тот возраст, когда вы готовы всего себя отдать Богу, и тогда вы почувствуете, как Бог близок, потому что, как сегодня Патриарх сказал в своем послании, мы часто ищем мира как бесконфликтности в отношениях, но в Писании сказано, что Христос наш мир, то есть небесконфликтность является в подлинном смысле этого слова миром, потому что даже может быть бесконфликтная ситуация, но внутри человек будет испытывать вражду, зависть и ненависть и желание уничтожить другого человека, и поэтому сказано в Писании Христос наш мир, и если мы обретаем Христа, то неважно, где мы находимся, на поле брания или находимся дома с семьей за чаем, мы всегда будем испытывать мирные, добрые чувства, пусть же то чистое состояние детства наполнит каждого из нас, чтобы нам как можно ближе почувствовать присутствие родшегося Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Христос рождается. Праздником вас паки и паки.